Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Вчера классная лекция была. Понравишь? Да, шикарная лекция. У меня саму сосудила она. Вообще последнее время у нас. Да? Дело в том, что мы-то уже давно висим вот на этих схемах, и всё, не могли понять, как это всё работает в человеке. Смотри, люди ищут какие-то варианты... Виденья. ...в третьем глазу. экстрасенсорное что-то такое вот магическое, вот всякое дребедение в голове. А ведь очевидно поведение человека, когда он попадает в определенные условия, в нем срабатывает какой-то механизм психики. И когда ты понимаешь, как эти механизмы работают, когда ты просто понимаешь, как оно должно быть в психике, то ты очевидно видишь, что человек поступит именно так, и у него вот так сложится жизнь, или вот этим он будет видишь, как этот механизм будет здесь работать, как он будет здесь работать, по сути своей, это точно так же и вирус в организме, когда ты знаешь, да? Да, но вот видишь, получается, человек состоит из набора механизмов, как из набора шестеренок, в зависимости от того, какая шестеренка у него там где-то провернулась, он так себя и проявит. И тогда о каком экстрасенсорном предсказании идет речь, если это полностью набор телодвижений робота, если вы запрограммировали робота, грубо говоря, то вы знаете, по какой траектории он будет двигаться и что он будет делать. Автоматические все действия. Поэтому, конечно, они все их абсолютно можно увидеть, когда ты знаешь, как работает определенный механизмик, определенная шестеренка. И ты знаешь, что меня в этой истории восхищает, напрягает, удивляет. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Интересует. Интересует это слово, да. Интересует. В истории были люди, которые точно так же видели других людей. Их было много. Сто процентов, да. Здесь есть присутствие сознания, и их было много, этих людей. Ну, с определенной цикличностью. И эти люди создавали игры в зависимости от того, что им было интересно. Во что играть будем, товарищи? Что интересно, товарищи? Интересно, товарищи. Да, я понимаю, что игра сейчас в деньги, в войны, в конфликты, в конкуренцию. В манипуляции. В манипуляции. Она подходит к концу. Она неинтересна. Она уже обыграна так, что... Жевана-пережевана. Вот оно прям... Точно так же, как в свое время... Отходы уже. Приходила к концу игра в жертвоприношение, кровопролитие и так далее. Сейчас только отголоски ее идут. Но, в принципе, основная фаза прошла вот это вот... Растерзать тело и посмотреть, что у него внутри. Потом вот сейчас фаза конкурировать, бороться и так далее. Уже как можно постучать этими телами друг от друга. Следующая фаза. В теле же есть мозг, что-то же можно создавать. Да? Вот следующая фаза. Но тогда надо состояние сознания в коллективном, в коллективном изменить на состояние от благодарности и выше. И это надо переключить в массовом сознании. То есть в декорациях. И вот это интересная задача. Без света в конце тоннеля никак. То есть сперва надо обнуление, а потом переключение. И для этого надо быть самим готова к этому и осознавать, что ты делаешь. Потому что эксперименты точечные, когда хочу, да, а весь мир подстроится под твое хочу. Оно работает, но иногда это выглядит смешно и нелепо. Потому что твое хочу оказалось в общую гармонию не очень вписывается. Для этого многое слишком устраивало. Слишком оно, да. Да. Слишком оно хочу. Слишком оно хочу, да. На самом деле, вот свет в конце тоннеля, да, это то же самое, что... Новая игра. Новая игра, новое тело, да. То же самое, что с бани. В баню вошел, и в баню ты в другой вышел. Да, обновленный. Обновленный вышел. То есть суть одна. Очиститься. Сбросить вот это жеванное, пережеванное. Но на самом деле сбросить это... Это осознать, что надоело играть в одно и то же. И что это уже настолько зациклено, как корова живет жвачку. Вот ты хорошие вещи говоришь, ты говоришь, жеванное, пережеванное. Вот я недавно была в тусовке. И сидели люди, которых я мало знаю, их было много, я наблюдала. И весь вечер люди говорили о прошлом. Вообще ни одного слова не было о будущем. Но самое главное, что не было даже предположения, что можно говорить о настоящем, а тем более о создании. то есть вот даже можно пронаблюдать каждый вот из тех, кто будет смотреть этот стрим, может пронаблюдать своих близких, у коллег, у кого угодно. Люди говорят о прошлом. Их внимание не развернуто вперед, их внимание развернуто назад. Они все время волокут за собой это прошлое. Что сделала Маня, что сделала Ваня, как оно было, как это случилось. А вот это произошло, вот это я видел. Их речь, их внимание направлено всегда в прошлое. Они пятятся в будущее жопой, поэтому живут в этом месте. Слышу вопрос возник, да, а судей кто? Суды-пересуды, а судей кто? Да, да, да. Есть ли место глаз, если мозга работает жопа, то о чем тут говорить? И вот этот момент получается, что тот же свет в конце тоннеля они тоже встречают жопой. Да? Самое парадоксальное, когда ребенок рождается жопой, как правило, он травмирован. Да? Я тоже об этом, кстати, сейчас подумала, что ребенок жопой уйдет. Да, он же должен идти головой. Головой идти вперед. А он жопой, если жопой, будут травмы. вот это очень удивительно. Но главное, этот контур, когда ребенок рождается, а когда мы смотрим психику, ведь вот к этому уровню мы никогда не могли дойти и даже предположить не могли, каким образом в инкарнационном цикле сохраняется информация о предыдущей жизни для того, чтобы перекинуть следующую. и вчера вот эти последние слова, когда мы сказали про отсутствие информации, ключ сегодня, который пойдет на курс, а ведь это и про старение, это и про долголетие, это и про физическое тело, это про все. Это про все. и в парадоксе для того, чтобы это осознать, надо осознать то, что ты несешь с собой за спиной и не осознаешь. Надо зачистить информацию, которую ты тянешь. Надо знать, что ты несешь. Надо зачистить ту жвачку, которую ты жуешь постоянно. Ты жуешь и пережевываешь, да? Да. А она распределена. И тоже вот как наглядно видно, как в психике работает. Вот казалось, вот самая маленькая часть рюкзачка, там самая концентрированная, самая грязная информация. А та часть, которая самая концентрированная и самая незаметная. И самая незаметная. Но там больше всего информация. А то, что большое, наглядное, там информация минимумная, она рассредоточенная, распределенная. И она светлая уже. И это все так интересно. Блин, каждый раз человек это такой непознаваемый мир. И когда ты начинаешь раскладывать этот мир и познавать, вдруг оказывается, что человек это робот-автомат. С набором механизмов, которые работают так, работает этот механизм. Кстати, если собрать в одну книжку каждый из механизмов, просто расписать механизмы в психике человека, да? Вот это бомбическая книга будет. Инструкция к машине человека. Инструкция к управлению машины. Под названием тело. Инструкция по управлению роботом. И не надо манипулировать. Ты просто программное обеспечение поменяй, и она будет зернышки клевать. Невероятно. Важно знать, чего ты хочешь конкретно. Вот это я, единое я, чего это я хочу. И ты уже не скажешь, что я хочет где-то. Нет, я хочу. Я – это единое я, которое проявлено во всех сознаниях. Полная сборочка. Полная сборочка. Да, а человек привык пережевывать прошлое, восхищаться, либо ругать, либо оценивать прошлое. То есть конкретно жить в прошлом. Будущее, оно как Бог пошлет, или судьба, а в настоящем, а что в настоящем? В настоящем, как правило, человек скажет, а что у меня? Или там скажет, а у меня все нормально, или там скажет, то есть обесценит момент здесь и сейчас, вот просто обесценен, да? Просто как скользь. Ну, да. Ну, я типа, вот я же есть, я проявлен, вот я в моменте, а вот прошлое у меня деятельность. На самом деле, вот пожилые люди, да, чем ближе к такой старости уже начинают именно жить в прошлом своем. Кто-то сожалеет о чем-то, кто-то просто даже вспоминает свое детство, я вот даже по своему папе сужу, и живет в этом, все. То есть, это о чем? Человек собирается, он собирает всю свою жизнь на самом деле, вот я даже по папе скажу точно, он прямо с момента, вот дело его памяти осталось, он это все собирает, и причем все это, сколько бы я ни говорила, он не готов слышать, хотя немножко есть у него такие, но это сложно. Больше, наверное, больше он как бы слушает уже меня в последнее время, ничего не говоря, просто слушает, но это уже хорошо, потому что не спорит там или не сопротивляется, а как бы слушает, не отбивает вот так, вот, собирает именно, и он говорит о том, что он с сожалением, он с болью, с сожалением, и в итоге с чем подходит, да, с болью, с печалькой, я папе это все равно доношу, конечно, донесу, ну и поможем, естественно, мы с тобой вдвоем, но сама суть, я вижу, наблюдаю, как готовится вот этот рюкзачок на следующую жизнь, для переброски в следующую жизнь, и для перепроживания, Наташа, я на папе своем четко вижу, перепроживание, у него, пережевывание, у него, да, у него желание, он конкретно подходит с тем, что желание перепрожить свою жизнь, я по-другому не могу назвать, вот оно, пережевывание, и даже по этому пережевыванию становится понятно, куда пойдет игра, какие сюжеты, вот точно так же наблюдаешь, там будет коммунизм, патриотизм, там будет война, там будет это, и ты видишь, прям каждая церковь на своем месте на самом деле, это же об этом, каждая клеточка на своем месте, и эта клеточка вернется, она должна быть выздороветь, да, чтобы тело, чтобы все равно завершило это, да, да, и смотри, за человека ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, он сам должен пройти, потому что мы-то можем зачистить, мы можем ее бросить, мы можем, можем, а тело передвигать мы не можем, а тело мы не двигаем, и все, что прописано в теле, то будет сжато в интеллект тела, и в интеллекте тела это будет перенесено на следующую жизнь. И только лишь сам человек, если услышал, вот, услышал, да, вот только тогда он может свою машину. Да, он может либо в этой жизни исправить ошибки, Либо смотри, а вот даже то, что уже прошло в интеллекте тела Вот вчерашний наш пример Вот оно прошло в интеллекте тела Все, зачищено, родился Можно не активировать это Все равно под задачу будут родители, которые ты дыши и активируют Вот не услышала Вот не услышали родители О чем? О том, что это мой Карма настигнет Человек этот все равно От себя не сбежишь Все равно нашел, где переживать Перепроживать Просто вот смотри, сколько для магов Вот кармы не будет, я там творю кармы Будет, будет Все равно будет Без вариантов будет Это автоматический мир роботов, машин И робот, либо он заряжен по программе Либо он не двигается Если он не заряжен, он не двигается И тогда нет жизни, нет игры Единственный вариант, когда он двигается сам Это когда он проснулся Когда он осознает вот этот свет в конце тоннеля Когда он осознает, что абсолютно все игры творит он Когда он видит свои зеркала Когда он чувствует отражение себя везде Но тогда у него способности психики другие Он может быть из любого тела Я Конечно Какая разница, какое тело И здесь совсем другая тема Нарисовывается вообще И, кстати, наша вчерашняя лекция Становится понятно, что такое расширение сознания Ведь если человеку просто Вот иду в буддизм, там тоже расширяют сознание Или вот как сегодня мы услышали Что есть много практик, которые расширяют сознание Кроме инфодайвинга Ну, давайте тогда покажите Что такое расширение сознания Если они расширяют сознание Если это медитации с выносом тебя из тела То они расширяют твое эго Никак не сознание Я бы даже сказала Разъединяют тебя по частям На самом деле Да, ты идешь из ловушки в ловушку Ты зашел не с той стороны И когда вот эти вещи видишь То есть человек видит в зеркале свое отражение И считает существующим себя Работая с этим отражением Он работает с собой Оно с одной стороны правильно А с другой стороны Ты не видишь себя в этом отражении Ты видишь отражение Как не ты И ты начинаешь игру в развитие Игру в расширение сознания А расширение сознания Это не играет А здесь начинает эго работать Все, да? Да, там эго работает Да Вот эти подмены Дело в том, что смотри Вот мы сейчас говорим А для людей на уровне программы Обеспечения ума Это непонятно А непонятно почему? Потому что говоришь суть А суть содержит огромные объемы информации Которые тянутся за осознаванием этой сути Которую ты потом распакуешь Либо не распакуешь И человек не готов слышать суть Он готов слышать готовую инструкцию к действию Как нормальный робот-автомат Обертку Да Обертки – это инструкция Конкретика Конкретика Как и нам говорят Распишите нам, что я должен делать Для того, чтобы стать проснувшимся Вот По пунктам Робот-автомат У тебя чувство по пунктам У тебя сознание работает по пунктам Оно у тебя работает дискретно? Нет Там волновой процесс А там, где волновой процесс Там нету пунктов Тогда как? Тогда сам Тогда ползем, как Мореси И у каждого будет свой путь И этот путь каждый проделает Хочет или не хочет За одну жизнь Или за миллион жизней Или все равно будешь ползти Да Через боль, через страдания Все равно будешь ползти И это твое поползновение Ты в игре Если тогда какая иллюзия создается Бесконечности Смотри Когда одна жизнь Перепроживается Многократно Перепрожевывается И такая иллюзия Долгой жизни Или же Когда ты за жизнь Взял Осознал Огромную информацию И ты за свою жизнь Прожил множество Этих всех жизней Тогда какая концентрация И тогда ты Вот ты И тогда следующей жизни создаваешь Ты создаешь Все Ты Вот ты Ты не размазался Во времени А ты Ты создаешь Ты Каждую Каждую свою Каждый свой день Ты создатель Своего дня А смотри Когда мы смотрим На контррасширение сознания Очевидно Что У всех создающее сознание Но не все создают Не все могут создавать И даже если человеку сказать Твое сознание создающее Создавай Он не может создавать До определенного уровня расширения При этом он создает В коллективном сознании Только через коллективном Только То есть эта функция Она остается Вот оно Даже если взять Он в материи создает В материи Прекрасно Вот в его вот этом мире Он создает Но это через коллектив Да При этом Та же погода Та же природа Это все коллективное сознание Но неосознанно И оно удерживается Просто удерживается Удерживается общие люди Во всех головах Да Не управляется Но тогда получается Что за Ты не создаешь погоду С одной стороны Ты ее не создаешь А с другой стороны Ты ее удерживаешь Своим сознанием Да На самом деле Можешь создавать Это определенное расширение И если погода В это вошла Пожалуйста Потом будешь Ходить и ржать Ага Даже вот эта фраза Да Свет в конце тоннеля Будешь ходить и ржать Об этом Как-то сейчас Климатическое оружие Климатическое Так смешно Слушай Ну да Свет в конце тоннеля Да Вот фраза Человеку скажи Свет в конце тоннеля Это же страшно Да Это страшно А ведь это жизнь Да Это рождение Да Рождение Новая жизнь А человеку страшно Представляешь То есть И уже И при этом Уже закладывается страх На проживание Новой жизни Да Такое Замыкание Перевертыш Я лучше перепроживу То же самое Страх смерти Автоматический Страх Чтобы тело Не потерять Да И при этом Архетипы В подсознании Которое у нас Работает Два архетипа Это смерть Белая Смерть Черная И все Человеку проще Выдумать Еще 50 архетипов Только бы Остаться в замкнутом цикле Да Только бы не выйти Из цикла И при этом Вы говорите Я духовно Раз Я занимаюсь Духовными практиками Я Прекрасно Покажи 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 что можешь Чего не можешь Нечего показать Могу овнов Разватить Пасти Драться за их За них Да Чтобы не потерять И при этом Пока в твоей голове Овен А не бог В отражении В зеркале Ты тоже овен Конечно Но если бог То ты бог Вопрос Что видеть будем Товарищи Не У меня сейчас Просто внутри Во что играть будем Товарищи Вот конкретно Сегодня мы запускаем Этот курс Свет в конце тоннеля Полностью зачищаем Зеркало Во-первых Это сразу Коллективная игра Идет Новая Во-вторых Это работа с собой Офигенная А в-третьих Интересно Как это будет Проявлено В материи И четвертое Запуск игры Вот это вообще Новый старт Новый Новый Новая жизнь Новая жизнь Мы же говорили Что с апреля В России Солнце встает Все Да Встает Встает Однозначно Две волны Слышишь Сколько Ой Этого Которая Болезнь Век Мира Была Да Тоже две волны Да Или сколько Или больше Да Пандемия Две волны Так у нас Солнце Две волны Сейчас Сейчас пришло вдруг Такая ассоциация Это сейчас Конец ноября Это у нас Восьмого декабря Инфодайвингу Пять лет Пять лет Юбилей Вот тебе свет Конце тоннеля Мы рождаемся В очередной раз Будем рождаться И в очередной раз Следующий год У нас будет На другой волне Полностью Другие программы Полностью Другие курсы Все полностью другое А этот инкарнационный цикл Мы завершаем И вместе с ним Завершаем Полностью Иллюзиониста И Дальше мы будем Думать Как его Выпустить Свет В каком виде В каком виде Да Вот это важно На самом деле Потому что Когда я осознаю Силу этой книги Я понимаю Что мы выпускаем Как-то психотронное Оружие В массы Да То есть Когда человек читает И до него доходят Возможности его психики То дальше Вопрос его чистоты Насколько чисто Его и горячим Иначе это оружие Да Это действительно Оружие в руках Тогда обезьяны Извините Гранатовый обезьян Да И здесь И здесь Здесь есть На чем подумать Да Здесь нет готовых решений На сегодняшний день Смотри Что-то у нас с тобой Много тем Где нет готовых решений Ну правильно Мы готовим Да Вот оно Идет сборка К дню рождения Сжимай К дню рождению И курс же у нас Свет в конце тоннеля Все идем Идем Смотри И Новый год Все вообще Полностью идет Вот это вот Сжатие Сборочка Для того, чтобы очистить Это как сегодня ночью Да Проснулась А вот этот взрыв Вижу Да, это как эти четыре сектора Сборка Человеки Зеркало Ты видишь Он себя так И ты ловишь О, это у меня такое есть И вот у меня такое есть И ты понимаешь О чем Не то, что у меня такое есть А ты сразу понимаешь О чем это мне То есть ты сразу Видишь Знаешь И осознаешь И все И ты очищаешься Мгновенно И при этом Продолжаешь играть Да Да В этом весь кайф В этом весь кайф И кайф на самом деле Вот действительно Сейчас Когда ты осознаешь Как все работает То это действительно Кайф Который Он Любую ситуацию Казалось бы Вот в этой ситуации Уже все Надо плакать Да Плакать То есть реакция автомата Плакать Рыдать А ты понимаешь Блин А это же вот А это вот так И ты понимаешь И так Пазлики так Пум-пум-пум-пум-пум Картина выложилась Но это же надо Как круто Все Прям вот знаешь Как Собралась картина Двери открылись Пошел Собралась картина Двери открылись Пошел Так Пум-пум-пум-пум-пум Все зеркала Так выстроились Коридорчик И свет Да Ровно так же Мы инкарнируем Конечно И люди Которые считают Что когда человек умирает У него выключается Телевизор Нет У него включается Новая программа Телепередач А хоронит Его коллективное Плачет И страдает Коллективное И все остальное Коллективное И кстати Помнишь Вот когда мы зачищаем Людей умерших Когда мы Цепляем их В новую жизнь Какие моменты Вот с восприятия Умершего человека Какие для него Самые неприятные Вот помнишь момент Когда Дети не приняли В инкарнацию К себе Да Вот сознание Перетекало Повесили на яичнике Детям А дети Не захотели рожать Под любым Привлогом И вот эта боль Внутри Когда тебя не принял Род Когда ты не нужен Здесь Когда тебя не пригласили Потому что тебе Неблагодарны Когда тебе вообще Вслух не могут Сказать спасибо Вот эти моменты Болезненные Болезненные И при этом Ты не можешь Сказать им Что они ошибаются Что в этот момент То есть они Ты можешь поступить По-другому У тебя есть возможность Почему ты ее не видишь Ты видишь Да Смотри Сознание Оно видит все варианты А тело-то уже Не рабочее Да Отключено И оно понимает Что не может донести И вот это больно Вот это больно Вот это тот момент Когда То же самое Вот когда Там йоги Или там Кто там Буддисты Да Стремятся Вот к этому Вылету Из тела Да Вот вылету Вылечу из тела И я стану Нирван Я стану святым А святым твое тело Мощи твои станут Образно Да Станут А ты уже все Ты улетел Ты уже ничего Не можешь сделать Ты можешь ходить Там трогать Наташа А Наташа Как жила Так и Не замечает Кто там Ну образно Да Вот Суть-то Вот где проснуться А обесценивается тело И все Да И так же Когда здесь покойник Вот его хоронят Плачут А в это же время Встречают И радуются Новой жизни Да Другой момент Что он мог Родиться здесь А он Родится там А то Что не принят Здесь Вот момент Болезненный А принят Там Момент Счастливый Этот Забудется Сознание Все равно Это сотрет И все Останется Только счастливый Все что Несчастливое Все равно Будет затерто Классно Эта игрушка Вообще Шикарная Особенно С автоматическими Механизмами Это Это просто Вот это просто Улет Чем больше Механизмов Осознаешь В человеке И ты знаешь И чем больше Их видишь Осознаешь Как работает Тем больше Находишь Косяков В науке Про религию Я молчу Это вообще Должно быть Исключено Из жизни людей А это Это ритуальная Черная магия Я не знаю Вот как люди Этого не видят Вот смотрят Они одеты В черные Они ритуалы Выполняют Они ходят Перекрывают Каналы восприятия Конкретно Гонят гипноз С внушениями Вот просто Конкретно Я не понимаю Как это можно Не видеть Вот не понимаю Это в каком Коматозе Надо быть И это называется Духовным Развитием Ну Дух Для Овна Да Дымок Откодила Дух Для Овна Ну да А человеку страшно Открепиться От церкви Или от веры Поверить в себя Поверить в себя Так страшно Отцепиться От этого Как же я Я это А ты попробуй Твоя жизнь Посмотришь На как вообще Если ты отойдешь Ты как Умрешь Или же Ничего не изменится По сути В твоей Но при этом Ты освободишься И возможно Появится у тебя Возможность Раскрыть глазки Начать Другую Совсем Жизнь Да Но как минимум Ты хотя бы Станешь свободным Ну видишь Как минимум Человеку начнет Возвращаться Ответственность За свою жизнь Потому что Сегодня Общество Безответственных Людей И мы Сейчас будем Пожинать Плоды Безответственности Мы уже Их Пожинаем И Время Осознавать Эту безответственность Оно уже пришло Пора Осознавать Ты отвечаешь За свою жизнь Ты отвечаешь За свое проявление Ты отвечаешь За свою семью Своих детей За свою работу За свое счастье За свое материальное Это все ты Вы отвечаешь За это все Ты отвечаешь За себя Да Вот из этого Должно быть Построено Общество Из этого из ответственности, из благодарности. И здесь нет места религии никак. А наука должна будет вывертыш вот этот с обманом, должен быть развернут и поставлен на свое место. Тогда все будет хорошо, четко, ясно. Вернуть суть. Суть утеряна. Суть жизни утеряна. Человек не задается вопросом, зачем он живет. И получается, жизнь бессмысленна. Посадить дерево, вырастить цены и построить дом. Это самая глупейшая дичь, которая ничем не отличает человека от животного. На самом деле, абсолютно. То есть, зачем тогда тебе разум, сознание создателя? Зачем? Зачем, да. Тут нету сознания создателя. Автомат, инстинкт. Неандерталец точно такие же вещи делал. Чем ты отличаешься от неандертальца? Как в этой сказке про осла, которая в нашей книжке приведена в первую. Что человек прожил, что осел прожил. Одинаково пахали, одинаково солнце видели, одинаково рано вставали, одинаково детишек в тележке возили. Все одинаково. Чем человек отличается от осла? Зачем тогда человеку создающее сознание? Вопрос. Ну что? Свет в конце тоннеля поможет найти ответ на этот вопрос для каждого. Для каждого. И у каждого будет свой ответ на этот вопрос. Шагнем в этот свет. Добро пожаловать в новую жизнь. И в новую игру. Добро пожаловать в новую жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.